Если бы наша программа выходила на федеральном телеканале, то называлась бы она «Битва грядок». А учитывая, что на наших грядках растут помидоры, то программа бы называлась «Кровавая битва грядок». Напомню, главной темой нашей программы является соперничество между мной, простым огородником, и ландшафтным дизайнером Натальей Борисовой, которые должны к концу лета показать, на чьей грядке урожай будет больше и богаче. Ну что ж, продолжим битву, но для начала посмотрим, что мы уже сделали на наших грядках. Субтитры создавал DimaTorzok Что и следовало ожидать, ничего с конца прошлой первой программы нового не произошло. Как моя грядка стояла, так она и стоит. То же самое происходит с грядкой Натальей. Ну а что произойдет с ней сегодня, точнее с нашими грядками обеими, об этом расскажет Наталья, моя соперница по совместительству, эксперт по грядке. Здравствуйте, Сергей. Эксперт нашей программы. Наталья Борисова карьеру ландшафтного дизайнера начала с 2005 года. Имеет два образования по специальности – профессиональный садовник и ландшафтный дизайнер. Имеет свою мастерскую ландшафтного дизайна. За 10 лет работы Наталье создано тысячи дизайнерских проектов, из них сотни воплощены в жизнь. Из всех принципов проектирования есть один, которому Наталья следует неукоснительно. И это принцип – польза, прочность, красота. Сегодня, я так понимаю, работ будет не меньше. Расскажите о них. Да, работ будет не меньше. Наша основная задача будет засыпать плодородным грунтом, добавить удобрения, и мы можем приступать к высадке растений. Вы все так быстро говорите. А удобрения у тебя, как у представителя высокотехнологичной грядки, будут, естественно, из магазина. Правильно я понимаю? Конечно. Для меня будет, получается, какой-нибудь чернозем или же навоз, если я найду. Да, если ты его найдешь. Я вам скажу, что это будет в Чарском. Да, задача, конечно, сложная. Ну что ж, приступим к нашему первому этапу. Это наполнение грядок землей. Да. Земля у нас, слава богу, есть. Есть. Собственно, вот та самая почва, точнее, плодородный грунт, который обычно добывают в полях, снимают верхнюю часть. Нужен он, в первую очередь, для того, чтобы освежить землю в огороде, но в нашем случае вообще, в принципе, нам нужна нормальная плодородная земля. Я догружаю нашу тележку и везу ее к нашему дизайнерскому огороду. До этого сюда уже приезжала машина, выгрузила целую кучу плодородного грунта. Наташа, встречай, принимай. Вообще, скажи мне, пожалуйста, для чего нужен плодородный грунт для огорода? Казалось бы, у вас, в принципе, здесь участок тоже в такой далекой от Москвы зоне находится. Тут тоже должна быть куча плодородного грунта. Почему мы все-таки привозим с посторонних мест это все? Ну, во-первых, для огородных культур нужен плодородный грунт. Лежит для того, что у них корневая система не глубокая, не сильно развивается, она очень травмируется. И плодородный грунт, он рыхлый. Он способен долго удерживать питательные вещества, тех удобрений, которые мы добавляем при посадке и потом подкормках. В уходе он лучше. Если мы покупаем плодородный грунт обработанный, то он уже будет без сорняков, что облегчает наш труд, безусловно. То есть мы не будем пропалывать ежедневно наш огород. Будем любоваться и принимать фалатей. То есть быстрее намного все это произойдет. Здорово, конечно, все это. Выглядит на словах. Да. Попробуй сейчас лопаткой. Это тебе не культиватором раскидывать. Так, легко? Мы можем просто высыпать туда из тачки. Ну, а вообще, Наташа, засыпали бы, допустим, в нашем случае один раз этот плодородный грунт. Да. В дальнейшем нужно ли обновлять плодородным грунтом? Я думаю, в нашей ситуации лет через 5-7. И то, наверное, нужно смотреть по состоянию. А овощная культура, они не забирают из себя очень много богатых питательных веществ из грунта. То есть, в принципе, достаточно менять посадки, да, то есть не на одно место сажать там каждый год картофель, каждый год томаты, которые забирают определенные питательные вещества. Если менять посадки, то, соответственно, можно, в принципе, и вообще не менять плодородный грунт. Да, удобрять его именно уже само растение. Если правильно удобрять, да. Да, если правильно удобрять, со всеми технологиями, да, по всем технологиям, в правильное время, не переудобрять осенью, да, не оставлять это все на перезимовку, да, удобрения, то есть смысла в принципе нет. Друзья, буквально только что мы закончили направление. Дополнять наши грядки плодородным грунтом. Делать это надо обязательно, как рассказала совсем недавно наша Наталья. Наташа, вот сейчас мы, получается, разрыхляем, да, этот плодородный грунт, каким бы он плодородным ни был, все равно какие комочки встречаются. Да, их нужно обязательно разрыхлять. Если они не разрыхляются, значит, мы их убираем из нашей грядки, не будут способствовать хорошему урожаю, да. Поэтому мы их уберем, уберем лишние корешки от сорняков. Таким образом мы будем готовы к засыпке удобрений. Напомню, что у тебя удобрения сверхновые, сверхсовременные. У меня удобрения будут простые. Скорее всего, это будет обычный перегной. Из ведерочка я его посыплю. Ну, собственно, осталось что добавить. Обратите внимание, чем я сейчас помогаю, кстати, своему конкуренту, своему сопернику. Я сейчас эти грабельки у тебя заберу, и это вообще один из последних штрихов, когда я помогаю твоей грядке. Сейчас все-таки будет последний жест помощи. Я помогу тебе принести тяжелый мешок с удобрениями. А ты пока дай пару советов, как правильно разрыхлить. Я тебе даже разрешу своей грабелькой воспользоваться. Удобрять к современными материалами грядки предстоит моей сопернице, Наталье. А вот таскать мешки с этими удобрениями как единственным мужчине на проекте предстоит мне. Ну, ты знаешь, Наташа, я не жалуюсь. Мне что мешки ворочать, что рассказывать об интересном продукте, всегда все одинаково. Я с удовольствием это сделал, тем более продукт действительно интересный. Ксения, которая сейчас, я думаю, с удовольствием нам расскажет, что же это за продукт. Это донные отложения пресноводных реликтовых водоемов, которые образуются из остатков животного и растительного происхождения. Ну, вы знаете, так столько всего интересного рассказываете. Я, как журналист, если честно, не верю. Мне нужно проверить. Проверить. Кстати, вот, похож на самом деле на такой, значит, чернозем. Так качественную, качественную землю. Работает он совершенно на любой почве. Но вот, например, на песчаных почвах он работает на протяжении от двух до трех лет. А на глинистых, на тяжелых, на суглинистых почвах, которыми, кстати, вот славится там Подмосковная область, например, он работает на протяжении от трех до пяти лет. Все это время он восстанавливает плодородие почвы, питает растения, укрепляет корневую систему, ускоряет рост и развитие растений. Более того, он обладает ассорбционными действиями, очищает почву от накопленных в ней нитратов, нитритов, болезнетворных бактерий, грибков различных. Более того, эта полезная микрофлора, она, наоборот, борется с почвенными патогенами, которые есть в почве и могут навредить растениям. То есть очень комплексное действие – это и восстановление плодородия, почвы и питания растений, и иммунитет растений. Наташа, как я и говорил, последний жест помощи конкуренту. Спасибо. Потому что конкурент – девушка. Ну, от меня пока пару советов. Помните, что 2 литра, да, именно литрами мерится это удобрение. Нужно рассыпать на метр наших грядок. Вот у меня в руках был примерно литр на глаз, я определил, что полметра – это у меня где-то вот столько. Рассыпаем. Что касается плодородного гунта и вообще почвы в целом, то тут кашу маслом, что называется, не испортишь. И ты, в принципе, весь этот мешок, если даже он у тебя останется, можешь досыпать. И вполне возможно, что да, ты победишь. Причем я, конечно, очень сильно по-прежнему сомневаюсь. Поэтому забираю свое орудие труда и иду уже на свою грядку сыпать на нее свой перегной. Удачи тебе, Наташа. Тебе тоже. За свои удобрения Наталья заплатила деньги, а я на самом деле пошел к соседу, попросил у него перегной. Он тоже вот такого черного цвета. И, кстати, вспоминаю советы своей мамы, что его примерно так же, как и Наташина удобрения, нужно просто рассыпать равномерно, небольшим слоем по почве, которая и так уже является плодородной. Даже так и называется – плодородный грунт. По большому счету, тут и удобрения не нужны. Ну, Наташа считает по-другому. Я считаю по-своему. Мне кажется, что у нас либо одинаковые будут результаты, ну, а судя по тому, что я сейчас сыплю удобрения, то удобрения у меня будут потом. Есть шансы победить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, так, что поражает разнообразие, поражает количество, в первую очередь, растений. Ну, мне, если честно, может быть, потому что я консервативный огородник, верится с трудом, что все это можно поместить на нашем небольшом дизайнерском огороде. Я не прав? Я уверяю, Сережа, что это мы все поместим в нашем огороде. Мы разработали план посадок. Ничего лишнего приобретено не было. Все по плану, все грамотно будет рассажено. Ну, допустим, все количество этой рассады уместится и на мою грядку, и на твою грядку. У нас все уже видели, еще есть дополнительные клумбы. В это, в принципе, я поверю. Но разнообразие культур, тут и овощи, тут и ягоды, тут и цветы, тут еще что-то. Ну, мне кажется, просто рядом они друг с другом просто не выживут. Или все-таки выживут. Ты больше об этом наверняка знаешь. Да, Сережа, они выживут, и мало того, они друг другу будут помогать расти. Здесь подобран так ассортимент, что цветы, они помогают плодовым нашим культурам расти, отпугивают насекомых, препятствуют болезни. Да, есть растения высокие, есть низкие. Высокие перекрывают низкие. В технологии нашей посадки мы все это учли. Соответственно, мы будем высаживать по плану посадок. Будет высажено абсолютно все. Все будет грамотно рассажено. Для нашей хозяйки сада очень важно было, чтобы это был также не перебор в ассортименте, потому что это требует определенного ухода, сил, времени. Это затратная вообще часть сада, огород. Поэтому мы делаем красиво, плодотворный огород. То есть будут радовать хозяев данные культуры, которые высажены. Можешь привести два или три примера, что с чем можно совмещать? Потому что некоторые думают, что огурцы нельзя сажать с перцами. Ну, допустим, вы можете выращивать настурцию буквально с любой огородной культурой, потому что она выделяет эфирные масла, которые отпугивают насекомых. А, то есть они еще помогать будут. Да, она будет очень помогать. Это будет посажено ли с огурцами, будет с петрушкой, будет ли это с томатами высажено. То есть она будет плодотворно влиять вообще на весь огород. Также бархатцы, которые будут плодотворно влиять на огород. Мы также их разместим по всему огороду. Вот у нас есть большой ящик. Мы его будем высаживать. По всему. Да, по всему. Между культурами, да. Чтобы отпугивало насекомых вредных, которые будут вредить. Которые будут налетать, есть. У нас не будут. Перемещаемся на наши клумбы. Итак, Наташа, грядки у нас вскопаны. Плодородным грунтом наполнены. Удобрением посеяны. Зелень наконец-то появилась. Рассада наконец-то появилась. Но прежде чем приступить к самой рассадке, хотел бы у тебя для начала поинтересоваться. Ты говорила о том, что когда у нас есть одна грядка, есть своеобразная технология. Порядок высаживания культур на одной грядке. Хотелось бы от тебя сначала услышать, что за чем у нас сегодня пойдет. Ну, первое, на что следует обратить внимание, это на высоту растения. Потому что более высокие растения, они дают большую тень, перекрывают более низкие растения. Поэтому их рекомендуется сажать либо в центре, либо по краю. И от них уже сажать более низкие растения. То есть начинаем с высоких растений. С высоких растений. Что у нас является сейчас высокими растениями? Ну, допустим, из спряных трав у нас котовник высокий, у нас подрастут ромашки. Это будет тоже высокое растение. У нас в конечном итоге будет высажена фасоль. Она вообще будет 3,5 метра. Я думаю, что мы ее поставим вообще в отдельную клумбочку, да, и она будет там прекрасно себя чувствовать. Из высокиус у нас лаван, да. У нас повыше будет капуста. У нас, в принципе, среднерослые растения в основном, да, подобраны. Поэтому потом идет средний рост. Это вот капуста. Капуста брюссельская. Бюссельская. Краснокочанная. Баклажаны тоже к средним относятся, да. Огурчики уже маленькие. Огурчики, да, огурцы уже помельче. Не скрой, что сейчас нам будут помогать помощники. Многочисленные родственники. Многочисленные родственники и все, кто оказался с нами рядом. Потому что солнце уже беспощадно уходит от нас. Мы должны успеть сегодня посадить все, все, что уже было заявлено. Ну что же, Наташа, приступим. Я предлагаю, как обычно, с твоей кумбы продемонстрировать, как мы это будем делать. А потом я уйду уже на свою грядку. Возьму своего помощника. И мы будем оформлять мою грядку. Отлично. Пока покажем, с чего мы начинаем. Мы предлагаем начинять тогда с краснокочанной капусты. Краснокочанная капуста. С этой стороны, да. Вот она у нас. Краснокочанная капуста. Мы аккуратно достаем из рассадных ящиков. Вспоминаю, мама учила, например, вот так вот. Я же консерватор, мама вспоминаю. Учила, у лунки, делай вот так. Я делаю правильно для капусты. Ты делаешь правильно для капусты, только я бы хотела ее разместить в этой части огорода. В этой части. Да, чтобы она... В этом квадрате или конкретно включается? Нет, вот именно здесь, в этой части, мы туда будет заходить, с этой стороны будет заходить хозяйка сада. И краснокочанная, они остаются очень долго у капусты. То есть и осенью в том числе будет радовать ее прекрасный огород. Поэтому навстречу хозяйке мы сажаем краснокочанную капусту. Высаживать рассаду на открытый грунт лучше всего в пасмурную погоду. В крайнем случае дождитесь заката и вечерней прохлады. При ясной погоде создайте растениям тень на 2-3 дня, иначе солнце беспощадно сожжет рассаду. Перед высадкой убедитесь, что толщина, высота и количество листьев достаточны для того, чтобы их высаживать на открытый грунт. У разных культур свои параметры. Ну что, приступим? Приступим. Наш батл с одного огородного продолжается. Ты на своей грядке со своим помощником. Со своим помощником. Я пошел. Сейчас, собственно, я сажаю огурцы в свою грядку. Нужно размещать друг от друга рассаду в 40 сантиметрах. Роскошь, конечно, непозволительная. Собственно, на нашем проекте экономить нужно везде и всюду. В силах, времени, деньгах. Ну, кстати, сколько сегодня сэкономил я, сколько сэкономила Наташа, узнаем прямо сейчас. Итак, в прошлой программе мы потратили с Натальей одинаковое количество денег по 5650 рублей. А вот данные на сегодня. На покупку ручного культиватора Наталья потратила 1000 рублей. На лопату я потратил 750 рублей. А вот на удобрение я решил деньги не тратить. Наталья, напротив, купила мешок за 350 рублей. На рассаду мы, если бы не спонсоры, потратились бы одинаково по 500 рублей. Итог. Моя грядка на данный момент обходится мне в 6900 рублей. А вот Наташа стала расточительнее. Она уже потратила 7500 рублей. Сэкономим мы и в следующей программе, когда вы уже увидите результат дизайнерского решения. Начнем украшать наш участок с помощью шпалер и кустодержателей. Я вспоминаю огород детства, очень часто смородина, сочная, такая красивая, растет, ветки от тяжести этих ягод падают и тут же гниют. А вот держателя эту неприятность легко исправят. Как и где лучше всего устанавливать, в подробностях расскажем уже в следующей программе. А пока пора подводить итоги дня сегодняшнего. Субтитры подогнал «Симон» Наташа, ну понятное дело, что не все мы успели сделать. Расскажи конкретно, что мы не успели сделать и что в итоге сделается нашими силами, силами наших помощников до следующей программы. Ну мы досадим всю нашу рассаду, которую мы приобрели, потому что мы ее не можем оставить до завтрашнего дня. То есть мы ее будем высаживать. Мы обязательно посеем семена, мы обязательно это все прольем. И на этом все. Это все посадки, которые у нас будут именно в этой передаче. Ну правильно я понимаю, что в следующей передаче, третьей по счету, наш дизайнерский огород, который мне так хочется назвать садом, превратится прямо в настоящий сад. Я бы даже сказал в райский сад. Да, это именно так, потому что мы будем украшать однолетними цветами, мы будем украшать многолетними цветами. Мы разобьем красивые цветники, обязательно покажем, расскажем. Мы обязательно сделаем дорожки, мы обязательно сделаем подпорки для кустов, которые уже здесь есть на участке. Потом также есть некоторые пустоты на участке, куда мы посадим плодовые деревья, плодовые кустарники. И все это будет в следующей передаче. Ну что ж, будем ждать с нетерпением этой передачи, анонс у нас хороший. Спасибо. 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 Спасибо.